Садгуру, мы также получили вопросы от электронных СМИ. Вопрос от Эрин Хедстронг. Мы видели видео, где Садгуру бегает по Гималаям, играет в футбол, крикет. Отсюда вопрос, как оставаться в движении всё время? В движении? Вам не обязательно всё время быть в движении. Если того требует жизнь, люди спрашивают меня, «Садгуру, как вам удается быть таким активным?» Потому что обычно мой график таков — 18-20 часов в день, 7 дней в неделю, 365 дней без прерыва. И это продолжается в течение многих лет. Я жалуюсь, а он мне аплодирует. Так что люди постоянно спрашивают меня, «Как вы поддерживаете себя в таком состоянии? Как вы это делаете?» Знаете, вообще-то я ленивый. Просто обстоятельства в мире требуют действий. Останьте я сам по себе, я бы закрыл глаза и просто сидел. Я так устроен, что если закрою глаза, я могу сидеть так, пока не упаду замертво. Правда. У меня нет потребности в действиях. Я не пытаюсь занять себя. Многое нужно сделать, вот вы и делаете. Люди спрашивают меня, «Садгуру, какая у вас мечта?» «О чем вы мечтаете?» Я говорю им, «Моя мечта — это день, когда я стану безработным». Это будет великий день, потому что если я остался без работы, это значит, что у всех все замечательно. Чего большего можно желать? Мечта сбылась, поэтому действие — это не то, что решаете вы. Вы просто определяете свое намерение. А в том, что касается действия, мир решит сколько чего. Я участвую в разных экономических форумах и на Всемирном экономическом форуме. Ко мне подошел один профессор из Гарвардской бизнес-школы. «О, вы тот потрясающий человек, который сажает деревья». Я сказал, «Нет, я не тот, кто сажает деревья». «А он мне, нет-нет, вы посадили миллионы деревьев». «Да, но я не тот, кто сажает деревья». Он спросил, «Тогда чем вы занимаетесь?» Я сказал, «Я помогаю людям расцвести». «Я не тот, кто сажает деревья». «Но я сажаю деревья, потому что этих чертовых деревьев нет там, где они должны бы быть». «Их нет там, где они должны быть». Это как в анекдоте. Двое мужчин работали на улице. Первый выкапывал ямы, а второй за ним их закапывал. Один человек проезжал мимо и увидел это нелепое занятие. Первый выкапывает яму, второй закапывает. Он остановился и спросил, «Чем это вы там занимаетесь? Почему вы так работаете? Один выкапывает, а другой закапывает». Они ответили, «Просто тот парень, который между нами, ушел в отпуск. Он сажает деревья». Но его нет, и мы выполняем свою работу. Много людей работают так же. «Я выполняю свою работу». У вас нет работы на этой планете. Если этой планете нужна работа, если миру нужна работа, мы ее сделаем. Иначе почему я должен думать, что это моя работа? «Садгуру, какая у вас миссия?» Я говорю, «Никакой миссии. Я просто валяю дурака». Потому что у вас нет права иметь свою собственную миссию. У жизни есть своя миссия. Если вы можете содействовать и служить этому, этого достаточно. Что значит «ваша собственная миссия»? Вы что, тиран? Все миссионеры в некоторой степени неосознанно являются тиранами. Да. Те, кто думают, что у них есть миссия, не имеют никакой миссии. Вы лишь делаете то, что нужно, особенно если вы в школе бизнеса и получаете определенные навыки управления или создания чего-либо. Вы должны создавать то, что нужно, а не создавать ерунду и навязывать ее другим. Да? Да или нет? Вы должны увидеть, как сделать жизнь лучше, как решать ситуации, проблемные для многих людей. Нужно искать решения и выходы для сложившихся ситуаций. Хотя, конечно, существуют такие эксперты, которые продолжают создавать новые проблемы. Так что у вас никогда не будет недостатка в проблемах, поверьте мне. Вы просто должны создавать решение, а не входить в режим миссии. Это для Муссолини. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 МИНСКИ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...